Крыши текут, ветхое жилье разваливается, придомовая территория не убирается. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Мусорное поле и спиленные ветки деревьев по дворе дома беспокоят его жителей уже несколько месяцев. Ну, в начале марта где-то, потому что они мне сказали, мол, субботник будет в апреле, мы все вывезем, это управляющая компания. Ну, вот все, вывезли они у нас, все так и осталось. Жильцам этого дома каждый день приходится опасаться за свои жизни и жизни своих детей и почаще смотреть наверх. Дети здесь маловечные, вы понимаете, уже с сеткой, уже... Жители этого небольшого дома по адресу Гоголя 54 вынуждены постоянно напоминать о себе управляющие компании. На этот раз придомовая территория уже несколько месяцев захламлена мусором и ветками деревьев. Дом 54 на Гоголя, центр города. Жители двухэтажки устали от вечного беспорядка во дворе. Мусор из бака не вывозят уже около недели. А спиленные ветки деревьев лежат с марта. Все вываливается, все по ограде раздувается. Это вообще ветром все раздувается. Я у подъезда своего там убрала, почистила, потому что, ну как, неприятно даже у подъезда заходить. Вот. А тут все так. Так и осталось. Около года назад Алевтина Калугина уже обращалась к нам по поводу мусора и бездействия УК. Ну, надо же что-то делать как-то. Я говорю, мы находимся в односом администрации. Стыд, вообще кошмар. Тогда управляйка через какое-то время отреагировала, подчеркивает женщина. Но чтобы добиться результата, приходится звонить не один раз. Вот надо вот эти все клёны вырубить вообще. Если даже у нас дом под снос, ну мы же здесь живем, мы живые люди. И нам нужно что-то делать для нас. Платим мы регулярно. Никаких задолженностей у нас нет по квартплате. А вот так мы живем. Напомним, дом признали аварийным в 2020 году. Из жилых помещений осталось только три квартиры. Остальное пространство занимают магазины. Мы живем, я живу сейчас одна. Я с мамой жила, она умерла вот три месяца назад. Потом еще в восьмой квартире женщина-инвалид живет. И в девятой квартире у нас живет, ну, квартирант. Вот три квартиры. Пока нам ничего еще не предлагали. Квартиры нам, конечно, не дадут. Компенсацию какую-то выдадут. Но пока еще ничего. Дом его, в принципе, можно было давно уже снести. Но Мария Ра и Мир Инструментов не дали. Его признали аварийным, но Мария Ра и Мир Инструментов подали в суд. И отменили решение администрации города. И таких инцидентов очень много. Однако мы с нашим коммунальным юристом нигде подобной информации не обнаружили и не нашли официального подтверждения. А что касается мусора и веток, управляющая компания пообещала в ближайшее время проконтролировать этот вопрос и все вывести. Жителям этого дома приходится опасаться за свою жизнь. По их словам, в двухэтажке постоянно течет крыша, да и потолок разрушается уже давно. Как люди вынуждены выживать в таких условиях? Улица Кулагина, 23. 8 мая в этом доме произошел неприятный инцидент. Как сообщили сами жители, в подъезде частично обвалился потолок. Буквально неделю назад она обрушилась хорошо, никого видеть не было. Просто обрушилась на лестничный пролет. И образовалось прям отверстие большое, было видно небо. Но вот сейчас, я не знаю, кто-то за выходные мне дать заложили досками. Но это небезопасно, совсем небезопасно. Дом 1949 года постройки – это общежитие с общим душем и туалетом. Вот, посмотрите, как люди проживают, за что люди платят, оплачивают коммунальные услуги. Люди жаловались, жильцы жаловались, но невозможно. Вы посмотрите, как мы страдаем. Раз в три месяца меня затопляют верхние соседи. Там неправильно у них установлена канализация. По словам жильцов, ремонт в доме делали почти 20 лет назад. А крыша двухэтажки постоянно течет. Раньше пукля висела, прям висело все над головой. И крыша постоянно текла. И в определенный момент, в том году нам вроде бы заделали ее, мы договорились с управляющей компанией. Но ощущение, что они заделали не в том месте. И капать продолжало, и течет. Куски штукатурки начали сыпаться с потолка еще с октября прошлого года, подчеркивают жители дома. Однако муниципальный центр управления Барнаула опроверг информацию о том, что потолок 8 мая обрушился сам. В доме по улице Кулагина, 23, управляющей организацией «Старый Барнаул», при проведении работ по перекрытию потолка проведена отбивка и демонтаж штукатурного слоя. Далее демонтаж и замена части чердачного перекрытия на лестничной камере. По словам директора УК, несмотря на огромный долг у дома по оплате услуг, необходимые работы проводят. Там, видать, был раньше люк, на мой взгляд. И так как вода попадала в трогли, не знаю, куда там доски эти девались. Хотя, ну вот я прибил там доски, я был там 9 мая. Крыша там не бежит. Там просто разбили вот это слуховое стекло. Там стекло было ставлено. И куда делись доски, вот, где вот этот конек, к чему железо было, я тоже не понимаю. Кстати, МЦУ также сообщили, что по вопросу признания дома аварийным в межведомственную комиссию не обращались. В сентябре или октябре прошлого года совместно с администрацией Октябрьского района мы провели общее собрание. С великим трудом собрали, потому что дом проблемный. Выяснилось, что в доме 5 или 7 квартир неприватизированных. То есть частично дом муниципальный. Считая из 27 квартир вот это количество, то есть администрация района может взять все проблемы на нас. А мы, собственники, как бы мы бы присоединились к этому всему. Мы там много чего принимали. Повысить тариф, признать аварийным и хотя бы временно заделать. И вы знаете, буквально 8 мая выяснилось, что у нас никаких документов нет и мы никуда ничего не обращались. В управляющей компании Старый Барнаул уверяют, работу по признанию дома аварийным введут. Подписывали. Все, у меня заключен договор с этим, с Фалком. Но так как у него кончилась лицензия, я болел, у меня не было несколько месяцев. Вот. Сейчас я это все возобновлю и мы признаем его аварийным. Фалк это эксперт, который признает дома аварийные. Если он не работает, я, честно говоря, не знал, работает он не работает. Значит, вот деньги заберем и заплатим другим. У нас признали аварийным. Между тем, домом заинтересовалась краевая прокуратура. А глава следкома России Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль и поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»